Друзья мои, все те проблемы, которые приходят к нам в жизнь, они, естественно, диктуют и наше поведение. Когда мы начинаем борьбу за свою жизнь, есть очень много слагаемых, которые либо помогают нам, либо, соответственно, тащат нас вниз. Вот эта внутренняя борьба, она самая сложная. Эта внутренняя борьба не только у больного человека, это внутренняя борьба еще у тех, кто окружает этого больного человека. Все больше и большее количество выходит со мной на связь, мы общаемся, я рассказываю о своем опыте. Только о своем опыте. Я не даю никаких советов. Я не консультирую. Каюсь, был грешен. Много лет я занимался целительством, но 7 лет уже, как я, не даю никаких советов. Я просто рассказываю, что со мной происходило и, соответственно, почему я так считаю. Но не более того, я не даю никаких рекомендаций. Но я абсолютно точно знаю, что человек, который хочет стать на путь физического роста, духовного роста, он должен очень сильно побороться внутри себя. Это как гражданская революция внутри себя. Многие, которые проходят мои занятия, вначале очень оптимистично смотрят на и радостно, как бы у них появляется какой-то определенный путь, но потом, когда начинают работать, и я с этим сталкиваюсь постоянно, азарт и силы уходят от них. Прежде всего, уходят духовные силы, душевные. Процентов 30 действительно с характером, действительно что-то делают. И главное, что это люди разных возрастов. Возраст здесь не играет большой роли. Все зависит именно от роста самосознания и от осознанности. Вообще все мои ролики завязаны на осознанности. Прежде всего, надо иметь знания и потом уже начинать что-то делать. С тяжелыми кризисами должен столкнуться человек, который встал на путь самоисцеления. Безусловно, большое количество целителей, аферистов рассказывают о том, что быстрые результаты. Я обязательно в ближайшее время сделаю ролик на эту тему. Но этих быстрых результатов, к сожалению, я не встретил. Может где-то у кого-то это есть, но я в это не верю. А теперь, в связи с тем, что я начал общаться с людьми, то я вижу, что я прав. То есть от момента того, как человек начинает какую-то программу самоисцеления свою собственную и до того момента, когда начинаются вот это вот проблемы, воспалительные процессы, кризисы. Проходит достаточно большое время, но в тот момент, когда это все происходит, вот тут уже и видна суть человека, насколько он может бороться и насколько он не может бороться. Поэтому каждый из нас сталкивается с жизненными трудностями. Конечно, нужны деньги. Конечно, вокруг родственники, которые страдают. Слишком сложная программа, я обязательно о ней в следующем видео расскажу. Но надо бороться. И вот эта внутренняя война поднимает вас совершенно на другой уровень. На уровень высокой духовности. На уровень той души, которая действительно нужна Создателю для того, чтобы в тот момент, когда наступит момент перехода, эта душа нужна была Создателю. Поэтому мне очень нравится выражение «боритесь и поборете». На сегодня все.